Всем привет, друзья, и у микрофона, как всегда, Незрон. Сегодня должно было выйти немного другое видео, но я уже не успеваю его демонтировать, поэтому взамен него хочу вам показать то, что покажу вам сегодня. Думаю, вам всё-таки это понравится. Сегодня у меня был экзамен, и где-то час назад я только с него пришёл. И знаете что? Пока я был на экзамене, появилась новая информация о дате выхода обновления. Это не шутка, и это никакой не прикол, и не кликбейт. Вы сейчас сами всё услышите. И в этом видео я вам объясню, почему же Geometry Dash, скорее всего, выйдет где-то в середине июля. Да, вы можете быть удивлены, ведь многие думали, что она выйдет где-то в конце августа, но нет, она и правда, скорее всего, выйдет где-то в середине июля. В общем, друзья, набираем 5000 просмотров и 1000 лайков, и я отправляюсь искать для вас новую информацию об обновлении. Ту, которую я вам 100% гарантирую, вы ещё не слышали. Ну а сейчас переходим к делу. Итак, пока я был на экзамене, некий программист вот с таким вот ником, я не знаю, как это правильно читается, сказал, что создаёт прототипный сервер для ГД, на котором игра будет работать быстрее, чем обычно, и это нужно будет в новом обновлении. Также он сказал, что обсуждал с Робтопом введение новой системы для усложнения накручивания статистики в аккаунтах. То есть, как вы понимаете, Робтоп, по сути, взял кого-то в помощники себе для разработки нового обновления. Впервые за столько лет разработки он, правда, обратился к чьей-то помощи, и сейчас он работает не один. И скоро вы поймёте, почему же я говорил про середину июля. Этот самый разработчик, который общался с Робтопом, который напрямую с ним говорил, и который обменивался с ним информацией, сказал, что Робтоп показал ему список всех дел, которые осталось сделать в обновлении. И этот программист сказал, что все эти дела можно успеть очень быстро сделать, и сам этот программист думает и уверен, что обновление должно выйти где-то в середине июля. Это не какая-то левая информация, это не кто-то что-то там написал на каком-то сервере, это прямо человек, говорит, который общается с Робтопом, который помогает ему в разработке обновления. То есть, это практически официальная информация. Робтопу сейчас настолько мало осталось сделать в обновлении, что, в общем-то, все это, видимо, можно сделать за полтора месяца. И где-то в середине июля выйдет обновление. Вся информация о дате выхода 2.2, которую вы слышали до этого, ни разу не имела настолько обоснованного и официального подтверждения, как в этом случае. Сейчас я уже могу с гарантией 80, хотя даже 90% сказать, что где-то в середине июля выйдет Geometry Dash 2.2. И это не мои слова, это слова человека, который помогает Робтопу с обновлением. Думаю, вы и так уже все поняли. На этот раз инфа полностью подтверждена, и не верить ей просто нет никакого смысла. Это супер срочный ролик, потому что эта новость появилась буквально несколько просто часов назад, и я не могу вам ее не рассказать. Что ж, друзья, пока что на этом все. У микрофона был Незрон. Если будет еще что-то срочное, касающееся обновления, я обязательно вам об этом расскажу. И, ребята, еще у меня есть такая новость. У меня, наконец-то, появился свой собственный Дискорд-канал, в который вы можете прямо сейчас зайти по ссылке в описании, вы там можете просто общаться. Там прикольная система рангов, то есть, чем больше вы активничаете, тем больше у вас там будет ранг. В этом мне помог один мой подписчик. Он мне написал и добровольно почти все сам на этом сервере сделал. В общем, если вы хотите посмотреть, что у него получилось, и если вы хотите сидеть на моем Дискорд-сервере, общаться друг с другом, заходить, общаться там в голосовом чате, например, или просто в чате, заходите сейчас по ссылке в описании, там есть ссылка на мой официальный Дискорд. Ну а сейчас, всем до встречи в следующем видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать колокольчик, а также писать комментарии. Это очень помогает продвижению моего канала. Ну и всем до встречи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok